Да, шалом, шаломище. Так, классно. Мне вот на камеру нравится, когда пишется, там вот цветопередача хорошая, как художнику. Просто экран ярче и все, а на ютубе одинаково. Вот так вот. Упс. А я-то думал. Не, ну, не, а даже все равно, я смотрю, все-таки когда вот с эфира, оно как-то так мутновато все равно. Здесь как-то почетче. И звук здесь лучше. Потому что когда с эфира, там звук такой немного бывает, такой туповатый какой-то. А здесь микрофон вот в этой камере, она хотя любительская камера, да, считается, даже не полупрофессиональная. Но вот именно мне почему порекомендовали взять ее, да, значит, именно сам микрофон, он как в профессионалке, короче, улавлит очень хорошо вообще. Мне так объяснили, короче, вот те, кто братья там занимаются этими вещами. Мир божий вам, ребят. Мир божий. Шалом, шалом, шалом. Фу, спасибо. Руах. Можем спеть даже. Кстати, сейчас посмотрю. А здесь я еще делаю такую вещь. Если кто-то пишет, потому что здесь оно сразу уходит, сообщение, а здесь на мониторе я читаю. Вот вчера мне очень понравились, очень хорошие, я даже скопировал себе вопросы, вот, по поводу того, что Алексей Иванович разговаривал там. А он читал вчера это, значит, из послания Галатам, короче. Несколько глав прочитали мы, до 5 дошли. И такое очень все четко, классно, мне понравилось очень. Вот, на самом деле, в такой... Ну, говорю, благодать покупаемся. Руах. Да, есть прямой эфир. Ах ты. Вот. И сейчас открою. И здесь, короче, чат. Но, к сожалению, я думаю, он сохраняется. Оказывается, нет. Но я теперь уже знаю, я теперь копирую. Единственное, можно сделать, чтобы лучше качество было, чтобы оно не тянуло, а тут поставить... А, здесь поставить меньше, да? А, вот. А, на минимальное самое, да? А, чтобы больше тут, ну, качество сюда, чтобы они... Ну, а, вот. А я-то... Понятно. Ну, да, на самом деле здесь так. Да, приветствую, братья, сестры, родные. Во Христе Иисусе. Все, кто сейчас подключился, подключается. У нас сегодня такое хорошее общение. Вчера кто, если кто из присутствующих подключался, то вчера вы были свидетелем такого очень хорошего, такого у нас общения здесь. Вместе с нашим благочином, киевским нашим, с отцом Алексеем. Он читал послание Галатам, и было вообще, ну, классно. Говорю, два часа фактически было, значит, но, не знаю, мы сами удивились. И я обычно за время наблюдаю, тоже думаю, а потом спохватился. Так время уже, два часа. А пролетело как пять минут каких-то вообще. Вот, сегодня в такой студии, импровизированной, нашей архиепископии. Вот, Кифа, наш епископ Кифа. Шалом, мир Божий. Вот, и классное общение, классное вообще. Я, не знаю, я очень рад тому, что действительно, ну, короче, всему рад. Божьему этому присутствию, Божьему это благословение. Спасибо, Боже. Класс, родные, я вас благословляю. Прямо сейчас. Открывайте ваши сердца. Да. На радость, мир и любовь Духа Святого. Да. И пусть Он вас сейчас окутывает своей любовью. Аминь. Аминь. Пусть действительно наполняет, обнимает. Просто. Иисус это сделал уже две тысячи лет назад. Пусть это станет вашей реальностью. Да. Когда большой, 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 большой Бог всемогущий одел на себя твою природу. Да. Да. Умер с ней. Приквозил ее ко Христу. Да. И открыл дверь просто к своей природе. Сделал нам, нас, как правильно там звучит, ну, соучастниками божественной. Божественного естества. Божественной природы, божественного естества. Божественного естества, да, природы. Взял тебя просто вот так, вот так и в свое сердце. Внутрь. Да. И все, и не выпускает. Одел нас на себя, чтобы мы одели его на себя. Ну, да. Как-то, да. Он одел нашу, чтобы мы одели его. Да. Кстати, эти дни молился тоже, да, вот. И когда-то лет 15 назад я писал статью такую. Кто-то уже, наверное, читал ее. Многие читали уже братья и сестры. Мой путь живому Богу назвал. Как свои листва такое. А теперь книгу готовлю. Уже так потолще будет и там побольше материала всякого. И о названии тоже. Ну, как же название? Название тоже само оставить? Нет, как-то вот не то. Вот. Не то. Должно название другое какое-то. Молился. И представляете, пришло, короче, такое на сердце. Тот самый стих, который как раз вот евреи считали, иудеи еще даже до пришествия Мессии, считали золотым стихом Библии, ключом к писаниям. Они, ледоди, ведоди ли. Я принадлежу моему возлюбленному, возлюбленный мой принадлежит мне. Так вот синодальные переводчики говорят, да? А буквально я в моем возлюбленном, как бы я одел евода, а он одел меня. То есть, получается, можно и так перевести, в принципе. То есть, я в нем, а он во мне. Вот так вот, так что. Да, в Старом Завете все это описано. Да. Но больше это разведущее. Все рассказано, как реальность. Да. То есть, оно описано, как оно должно быть. Да, да. Вот Старый Завет описывает, как оно должно быть. Как исход, как вход в землю, как эти все вещи. Как многими разнообразными прообразами оно описано. И до сих пор мы имеем прообразы, как семья, как рождение детей, как взросление. Вот эти все прообразы, тень настоящего. Да. Раньше это была тень грядущего, на самом деле. Да. Тогда, да? Да. Но сейчас это тень настоящего. Настоящего, да. И действительно, нам увидеть это настоящее в этих прообразах. Да. То есть, они говорили об этом. Они говорили, что праведник жив будет. Веру, да. Верою жив будет. Что пути праведных, ну, то есть, праведник наследует жизнь, а пути неправедных они в смерть ведут. Да. Все эти вещи полностью, то есть, они рассказывают только одни маленькие нюансики. Они услышали, да, и вот эту праведность, ага, праведник жить будет. Хорошо, отлично, тогда я буду свою праведность строить. И я буду праведником. А это невозможно. И рождалась религиозная система. А вот этого как раз и не было открыто. Да, да. То есть, маленькие такие нюансики, да, вот такие маленькие, 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 все описано. А реальность, она дарована свыше нам во Христе. Аминь. То есть, это настоящее, это то, то к чему, ну, что, что, что уже и родные. Пусть это все реально открывается у вас. Мы можем говорить сколько угодно, объяснять сколько угодно. Просто, просто влюбитесь, потеряйтесь в нем. Потеряйте все в нем, просто, просто, вот ради одной жемчужины. Продайте все. Все свою теологию, все свои знания, все, все, все. Свою религию, все, все, все. Свою религию, все, все, все. С ради самого ценного отношений просто с ним. Да. Вне религии. Да. Вне всего. Есть я и есть он. И мы одно целое. И пусть это становится вашей реальностью. Не пытается, понимаете, как праведность пытались одеть, а оно не налазило. Нет, это точно. Пытались, пытались что-то делать, но иудеи были благочестивые, а не праведники были. Вот. И даже женщину эту каменовали, то есть, которые привели к Иисусу. Да, хотели убить ее ко мне. Это же праведники, это они пытались сохранить нацию, сбросить нацию. Да, конечно, да. По закону. Да, кровь должна быть пролита, по закону. Если кровь виновника не прольется, а за это не было жертвы. Да. За это, то есть, за сознательный грех не было жертвы. Должна была, то есть, ну, кровь человека пролиться. Если не проливается кровь, Бог зыщет с нации, с народа. Да, с народа. То есть, у них выбор, да, или пролить кровь, то есть, ну, за благословение, да, снять, просто вину с народа. То есть, они... Или поражение будет в народе во всем. Да, 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 да. То есть, они правильно поступали, в принципе. То есть они поступали по закону и праведно. А Иисус поступил не по Слову, Иисус поступил выше, чем Слово. Вот тут как раз человеческая праведность и Божья праведность. Человеческая они пытались, пытались сохранить, пытались со своих всех чувств, что-то сделать хорошее. А Иисуса праведность. Простите тех и тех и тех. Это надо всеми. Он показал, показал родные, не-не-не, есть за такое жертва. Я жертва. Аминь. Да. И четко показал, кто имеет право судить. Прямо сейчас, родные, если вы хотите разбираться, то кто приступил к закону, правильно? Одну, ну какой-то, да, пункт в законе, приступил весь закон. Да. То есть, кто без греха? Первый брусь камень. Кто в состоянии вообще по закону судить? Да. То есть, вы, будучи сами преступники закона, пытаетесь по закону судить ту, которая, в принципе, по закону виновна. Но вопрос не в том, что она по закону виновна, а вы не имеете права судить вообще. То есть, если сейчас разберемся, вы все вместе будете рядом с ней. Ну да. И Иисус имеет только лишь моральное право бросить камень. Да, реально. Вы сейчас будете рядом, все рядом станете. Ну да. Под законом, виновны под законом. Да. Не только один Мессия получился с другой стороны баррикадой, как бы. И все. Да, реально. Реально, да. И вот эта праведность, которая не дает возможности и судить, и оправдать, и ничьи, то есть, ну, по закону, да? Которая сверх всего, она сама. Мы входим в это. Потому что действительно, ну, как это, те, кто приносит плод, мир, радость, праведность, благость, правильно? Да. Любовь, кротость, долготерпеливность, ну, вот это все. На таких нет закона. Да. Да. То есть, можно говорить, я под благодатью, я вне закон, а траля-ля-ля-ля. А вопрос не в этом. Вопрос плода. То есть, можно говорить, я такой, я такой, я такой, но это такое же законничество. Ну да, есть крайности, обочины такие, кстати, очень важный момент, потому что можно из всего сделать просто-напросто религию, либо одна сторона обочина, либо другая, и там, и там смерть, по сути, кораблекрушение в вере, а наш путь, центр, дороги самой. И в результате, то есть, ты вне этого, если есть плоды, любовь, кротость, благость, такие вещи, которые непонятны нашему обществу, вот особенно вот эта кротость, благость, долготерпение, какого, покажите, маршрутка там на полчаса опоздала, покажите долготерпение, 90% начинают нервничать. Вот на таких есть закон, и такие под законом, то есть, понимаете, есть реальность, а есть, ну, как-то, само-самонавеивание. То есть, вот реальность такова, если у тебя есть действительно плоды Духа Святого, на тебя нет закона, ты не под законом, закон не имеет права и власти над тобой, ты действительно под благодатью, и эта благодать, власть Божья, начинает литься из тебя. Несет тебя уже дальше, да. Классно. То есть, настоящая любовь, это ты настолько влюбился, что видишь, насколько Господь сильно любит людей. Да. И ты не можешь уже своими глазами смотреть и оценивать. Да. Просто вот Его Бог любит, и Его Бог любит, и тебя Бог любит, и тебя, и вот это состояние, а ты не можешь его натянуть на себя. Угу. Угу. То есть, ты не можешь себе представить, что я тут иду, такое и люблю. Угу. Себя, ну, самонавеиванием заниматься. Ну, да. Оно реально приходит в отношениях, оно открывается внутри. Внутри вас есть царство. Как поток жизни. И можно говорить, да, о философии, психологии или теологии каких-то вещей, правильных или неправильных. Но мало того, что ты знаешь, как правильно, а сердце твое делает. Да. Или реально мы, как Иаков писал, что те, кто не исполняют, да, услышали, но не исполняют. Да. Правильно? Вот мы все в зеркало смотрим и преображаемся. Угу. Вот реально в зеркало на Христа смотрим, видим себя, какими мы должны быть. Да. И кто-то, посмотрев, реально преображается. Да. А кто-то посмотрел в зеркало, отошел и забыл уже. Угу. Да. Как Иаков писал. Да, да, да. Буквально так, да. То есть и забыли, забыли то, что видели в зеркале. То же зеркало. Угу. Те же вещи, те же прообразы. Да. И мы забываем, и опять, и опять, увидели себя настоящими, увидели себя во Христе. И потом, и забыли. Угу. И опять забыли. И опять забыли. И преображения нет. А вся суть христианства, в принципе, преображения. И мне лично, ну я не знаю, я иду путем преображения. Аминь. Аминь. Мне интересно познание Христа еще больше, больше, больше. И он открывается еще больше, больше, больше. Не для того, чтобы говорить. Угу. Даже как бы не парадоксально звучало в эфир, да, вот. Да. Есть такая даже болезнь проповедников. Ага. Аминь. Говорить, 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 говорить. Аминь. Аминь. Как птица говорун. Да. Вместо того, чтобы жить, а потом рассказывать уже, как жить, то есть эту паузу выдержать, личного, личных отношений. Ну да. Личного преображения. Говорить от избытка сердца. Да. А потом плодами уже делиться. Да. А не мыслями, которые должны бы нас преображать. Ну да. Это как, допустим, мирские психологи, да. Допустим, тоже вот люди говорят. Даже вот в Штатах как раз делали всякие эти опросы, исследования. Как раз люди, занимающиеся семейными проблемами, фактически почти 100% все разведенные, значит, и не раз даже, значит. То есть и самая группа риска, оказывается, вот именно касательно там наркотиков, алкоголя, самоубийства. Именно как раз психологи. Как ни странно, те, кто должны помогать людям как раз именно. И те, кто знают, как все делать, правильно. Вот. И они самые несчастные люди, представляете. Вот. Так оно и есть. У Иисуса четко. Да. Что ж ты лицемер? Да. Говоришь, дай я вытянул скалку с глаза брата твоего. Если бревно в твоем глазу. Да. И все, давайте доставать это все. Давайте из себя. Потом, написано, потом увидишь, как достать. Да, как достать. Да, да. Да. Вот получается, большинство, кто мне пишут, там семья разваливается, денег нет, еще что-то нет, еще что-то. Да. Хватит учить друг друга. Угу. Реально, сам научись. И покажи плоды своей веры. Человек, увидя плоды твоей веры, сам потянется. Да. Да. Реально. Не говори, дорогая, давай верить, не хлебом единым, или деньгами счастлив не будешь. Она не понимает, ей кушать купить надо, ей хочется, ну, она не понимает этого. Так дай ей. Пусть Господь благ же. Господь просто так дает. Так пусть стань инструментом в руках Божьим, дай ей там, не знаю, миллион, пусть накупит все, чего хочет. А после этого спроси, а действительно стала счастливей или нет, или можно действительно, ну, есть же путь получше. И тогда, тогда все поймет, а не, у тебя самого нету ничего. Угу. Ты в какой-то своей вере Бог даст, но заставляешь ее… Ага. Ну… И где тут Бог? Это не слава Богу, это позор на самом-то деле. Да. Я не знаю, мне как пастора, вот, самая, самая наибольшая задача, моя, наверное, помогать людям, которые вот-вот включились в эту тему, да, включились в любовь, которые познали любовь, чтобы этот период такого лицемерного фарисейства был максимально короче, чтобы они максимально быстро и безболезненно, ну, прошли этот период. Потому что именно на этом этапе рушатся семьи, отворачиваются отцы и дети. Сам таким был. Угу. Сам реально приходил к родителям и рассказывал, вы же молитесь, молитесь, Бога верите, верите. Выбрасываю все медикаменты, типа… Что же вы маловерой тут? Угу. Так… Наш диалог зашел в тупик на пару лет. Угу. Угу. Реально. И я сам это сделал. Угу. С благими, как бы, благими намерениями. Ну да. Но это я, это мне надо было. Мне Господь показывал, что лекарства – это немножко не тот путь. Угу. Мне Господь, чтобы я врубился в исцеление. То есть Бог показывал путь превосходнейший, показал… Чтобы исцеления начались, чтобы свобода началась. Да. И когда вот исцеления начались, я не борюсь с лекарствами, пусть они лежат на столе. Да, да. Я ими просто не пользуюсь, они мне не нужны. Угу. Ну да. Ага. И тем самым отворачиваясь от всего. Не-не-не, вот этот этап нужно втайне пройти. Угу. Никому не рассказывать про Христа. Ничего. Нет-нет, абсолютно. И ты веришь, что Бог дает деньги, приди и покажи свою веру, плоды свою веру. Приди и положи на стол и скажи, смотри, какой Бог классный. Или просто, ну, когда уже жена будет спрашивать, откуда у тебя они начали появляться. О, тогда есть повод для разговора. А так нет. Реально. Ну, благодать насильно не выдавишь, не надавишь и не оденешь. Ты не сможешь. Абсолютно, да, значит. Свои стандарты. Конечно, да, да. Это твоя личность с Богом для преображения. Аминь. И вот тут, вот тут на том этапе учить, это противопоказано. Угу. Реально. Вот, вот реально, на этом этапе просто доставать бревна из своего глаза, потому что бревен на самом-то деле очень много. Вот этот этап пройти, а после этого есть еще один этап. И реально, я как пастор все, что делаю, да, не отвлекайся от Христа. Ну, так исцеление, там что? Стоп, стоп, стоп. Не отвлекайся от Христа. Ну, позвей служение. Стоп, стоп, стоп. Не отвлекайся от Христа. Да, это как ученики вернулись, да, и они там говорили, вот бесы нам повинуются, исцеление такие. А Иисус говорит, стоп, 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 ребята, не отвлекайтесь от главного, радуйтесь тому, что имена ваши записаны на небесах. Вот этому порадуйтесь сейчас. И это, наверное, еще один годик человека, который… Да, да. Не, не, у тебя начались исцеления, отличненько. А теперь удваиваем молитву и идем в тайную комнату еще больше. Да, да. И никакое служить, никакое исцелять, ничего. Пока вот такое на перебор, половина исцеляются, половина не исцеляются, половина ты еще не понимаешь, значит в тайную комнату. Угу. Есть вопросы, что-то не до конца работает в тайную комнату. Да, да. И все, и там квасится, квасится. Я больше чем уверен. Если ты, ты действительно просто, просто закроешься там. Угу. Люди начнут тебе писать. Угу. Ты, ты там будешь, да. Ты, ты просто в молитве. Угу. Ну, начнут писать, помолись за меня, ответы сами будут приходить. Да. Тебе молиться не надо. Ты назидаешься, а там Господь дальше, ну, на периферии твоего сознания что-то делает, когда ты соприкасаешься с какими-то болезнями, немощами, всего остального. Оно не в тебе. Ты не тот воин. Ты воин, вот-вот против себя воюй, воюй за эти отношения. Угу. Зубами вгрызись в Христа и не отпускай, как бы не рвало тебя на куски. Вот это воинствование, и вот-вот-вот-вот это, ну, как это, да, вот-вот стремись, чтобы бежать и этот забег. Да, да, да. Чтобы позволять Богу всегда менять себя. Вот в этом ты воин. А в этом ты победитель, извините. Тут нечего воевать. Угу. И вот, ну, правильно расставить все эти вещи. Угу. И можно еще много-много-много теорий говорить на самом-то деле. А пусть благость наполняет сердце. Да. Вот такой простой ответ. Как мне исцелять? Пусть благость Господня наполняет твое сердце. Да. Как там ходить по воде или еще что-то? Как иметь хорошую семью? Пусть благость Господня наполняет твое сердце. Аминь. Да. Им нужно закваски, чтобы скисло все тесто. Да. И я в это действительно верю. Это правильная закваска. Иисус говорил, что даже маленькое горчичное зерно. То есть, Бог не требует от нас там мегаверы, гигантской какой-то там. Дай ему шанс. Мельчайшие совершенно. То есть, это загорчичное зерно. И он совершает чудеса. Горы переставляет. Это так на самом деле? Вот. Слава Богу. Да. Есть еще один брат. Смотрит нас Андрей Назаренко. Вопрос, значит, у него беспокоит. Да. Мир Андрей. Мусульмане. А, он о мусульманах спрашивает. Мусульмане могут быть в раю, если человек жил по совести. Интересно, у него вопрос такой у Андрея, брата нашего. Да, вот. У меня вопрос. Другой. Ответ, наверное, тебе не очень понравится. Так. Потому что я скажу так. А что тебе до них? Ты иди за мной. Да. О, кстати, интересно. Ну, реально, что тебе до них? Вот ты иди. Будут они в раю? Не будут. Так что, Андрей, да. Иди. Реально, родной. За Господу. Ну, не на том уровне ты ищешь ответов. Честно тебе скажу. Ага. Я бы рад тебе ответить. Я могу, да, начиная, что такое рай, как попасть. Все затянуть сейчас на три часа. В схоластику. Да. На три часа зайди. Ну, родной, тебе идти от Иисуса. Ты, ну, понимаешь, вот этими даже вопросами и поиском ответов, поиском знаний. Да. Что ты делаешь? Закрываешься от рук. Каждый день, каждый день ты продлеваешь вот свое такое существование без наполнения Духа Святого. Да, это несчастье. Вместо этого действительно нырни во Христа. Аминь, аминь. Не надо. И мусульмане потянутся, все потянутся с тобой. Я расскажу одну притчу. Да. Вот. Это история реальной Святой Антоний был такой. И... Антоний Будуанский. Да. Да. Да, 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 да. Он задался вопросом, да, Боже, открой мне тайну Троицы. Ага. Как это... Вы три едины. Ага, да, да, да. Вы вот как бы три личности и... То есть, я так скажу, это любой вопрос, который касается ума. Как понять? Теологии, да, да. Что правильнее. Религия, да. Что грешно, что не грешно. Как вообще. То есть, вот это все, все эти вопросы уровня ума. Ага. Понимание, да, но не уровне осознания и откровения. Ага. То есть, он даже хотел, Боже, открой мне, да, пусть, 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 но... К Богу обращаюсь, да. Да, да. Боже, открой мне Троицу, да, тайну Троицы, я хочу понять. Ага. Вот. И он так молится, да, и однажды он идёт по берегу океана, вот, ну, там или где там, ну, море, ну, в общем, идёт и девочка видит, маленькая девочка выкопала ямку на берегу, берёт, черпает с океана и переливает в эту ямку. Ага. И вот так вот, он там с горизонта подходит, а она вот этим занимается. Вот, черпает и выливает в ямку. Он подходит, спрашиваешь, девочка, а что ты хочешь, что ты делаешь? Говорит, я хочу океан сюда перелить. Ага. Он такой, слушай, это же невозможно. Ну да. А она обращается к нему и говорит, как ты, безумный, хочешь своим, как это, умом плоским, да? Да, да, да. Ну, а как это, лимитированным по-русски даже. Ограниченным. Ограниченным. Ограниченным, да. Ограниченным умом. Да. Понять. Безграничного Бога. Безграничного Бога, да ещё три единого. Да. И исчезла девочка. Оп, так вот. Простая девочка, да. И он там на камине встал, боже, спасибо тебе. Да. Реально, а на самом-то деле, а на самом-то деле, я услышал это, и меня это настолько освободило. Ага. Вот в мою жизнь из этой истории, этой притчи просто пришла свобода. Если я что-то не понимаю, я не парюсь. Да. Я доверяю. А то люди спорят, единый, три единый, дву единый, там ещё какой-то. Не важно. Оно тебе надо? На каком-то уровне сознания или отношения ты можешь доказать, и что Бог единый, и что дву единый, и что три единый, и что много единый. Да, да, да. И библейски можно всё доказать это. Я дискутировал и с три единственниками, и единственниками, и двуединственниками. В Штатах был, в одной церкви проповедовал, где они верят в двоицу именно. Значит, мы дискутировали. Очень хорошие братья, грамотные братья, старые пейсятники, которые лагеря прошли, тюрьмы прошли, они Библию на зубок, знаете, от зубов отскакивают. Целые главы цитируют мне из Ветхого Завета, из Нового Завета. И доказывают. И немало меня не убеждают. В двуединстве даже. Вот. А потом говорю, братья, любовь. Во всем любовь. Вот. И все. Мы обнялись. И три единственники, и двуединственники. И был единственник брат у нас один там, значит, тоже. Все обнялись. Благодарили Бога за все и поняли, что действительно мы пытаемся в свои ямки перелить океан, море. А вопрос, могут ли мусульмане там спастись, ответ очень простой. Бог может все. Сто процентов. Все могущий Бог. И это частный случай, частная, ну… А вопрос поставить, а могут ли христиане спастись вообще? О. А могут ли… У Иисуса четко, да? То есть, тяжело богатому идти в царство. Да. Для кого это, ну то есть, и ученики как говорят, да, что… Ну да. Так это ж вообще невозможно. Надеющимся на богатство, да. То есть, это невозможно. А могут ли иудеи спастись, могут ли христиане, могут ли православные спастись. То есть, самому спастись невозможно. Бесполезно. Ни мусульманам, ни христианам, никому вообще. Бесполезно. И ответ Иисуса. Да. Что человеку невозможно, возможно. Возможно Богу. Аминь. Аминь. Богу все возможно. И все. И никто не благ, как только лишь Бог. Действительно. Богу все возможно. Аминь. Тут вот единственный ответ на вопрос – Богу все возможно. Аминь. Аминь. Да. Слава Богу. И, в принципе, какая разница? Нам бы познать Христа, а не лишь бежать. Да. И ради этого познания все читой. Все вопросы теологические, все вопросы там, религиозные, там, политические, любые вопросы, все читой почитаю. Ради познания Господа Иисуса Христа. А вопрос еще тоже от Андрея, кстати, даже тоже Назаренко. Вопрос – почему много конфессий, если вера одна, Бог один? Вот еще второй вопрос. Видимо, теологически Андрей хочет много что узнать. Какая разница, родной. Тоже, да. Ты следуй за Христом. Аминь. Реально. Не смотри на конфессии, брат. Да. Вот как раз от попытки познать, знать и получить ответы получаются и конфессии. Да. Потому что у одних одни ответы, у других. Да. Рамки когда возникают. Кстати, вот Самарянка, да, которая с Иисусом беседовала, она как сказала, наши отцы говорят, надо на горе поклоняться, вы, евреи, говорите, нужно в Иерусалиме поклоняться. Кто-то задал вопрос. Кто прав? А как поклоняться Богу? Да. Одни ответили так, другие ответили так. Да. В результате получаются и иудеи, и самаряне. Да, и самаряне. И они не общаются друг с другом. Которые между собой, да. Вот такой вопрос, почему есть деноминации. Кто-то ответит так, кто-то ответит так. И будут очередные деноминации. Мы сейчас ответим по третьему, и еще одна деноминация возникнет. А ну тебе надо, зачем? Следуй за Христом. Наша цель не единоминация. Серьезно, серьезно. Слышишь меня? Положи руку на сердце. Андрей, положи руку на сердце прямо сейчас. Андрей, заклинаю тебя Господом Иисусом Христом. Скажи спасибо, Иисус. Скажи спасибо, Иисус. Спасибо, Иисус. Ты любишь меня. Слышишь, родной? Принимай твою любовь. Я молюсь прямо сейчас за всех, кто видит, слышит. Аминь, да. Пусть осознание людей. И кто в записи будет смотреть тоже. Пусть Дух Святой сейчас наполняет вас. Аминь. Пусть Дух Святой вас обнимает. Каждого, да. И пусть отодвигает все тяжести, все проблемы, все вопросы. Все вопросы, да. У любви, не вопросов, да. Пусть приходит вечность. Аминь. Вот вечно обнимашки со Христом. Вечно ты и я вместе. Аминь, аминь, аминь. И пусть это сейчас просто вас наполняет, родные. Да, да. Вот слушайте нас сейчас. Пусть это любовь, вечная любовь, вечная влюбленность Бога в тебя. Да. Пусть откроется тебе. Аминь. Есть такое слово, я не знаю, вот, да. Адерация, адерация. Адерация. Аминь. Аминь. В православе. Да, в католическое больше. В католическое больше. В западном, да. Адерейт. 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 Аминь. Это не просто любовь. Это как бы такое... Созерцание, любовь, поклонение. В смысле, поклонение такое-такое внутреннее. Созерцательное поклонение в любви. Поклонение. Да. И внешнее, и внутреннее. Вот, да. Адерация это значит... Красивое вооружение. У contribute. Да, да. Вот, боготворение. Да. Вот, родные. Он вас боготворит. Аминь. Он вас боготворит. Не то, что Бог такой, Бог такой. Он вас боготворит. Обожает. Он вас обожает. Обожает. Всех нас обожают. Этот процесс обожения, понимаете, это одно подойдет. Обожение и обожение, да. Аминь. Это тайна, действительно, тайна из тайн. Если мы вдуваемся, вот это мир, радость, праведность, благость, любовь, это не наше. Да, это его. Это даже не наше чувство. Я чувствую Божию присутствовать. А сейчас не чувствую. Да, сейчас чувствую. Это не то. Есть свыше. Это чуть-чуть не туда. Ты не его присутствие чувствуешь, и у тебя какие-то чувства получаются. Да, да. Если ты в них, в Христа, ты с ним сливаешься, и тебя наполняет его чувства. То, что он чувствует по отношению к тебе и вообще к человечеству. Да, да. Он покоится внутри к тебе, и эти чувства просто разливаются по твоему сердцу, потому что дух с душой соединились немножечко. Да. Это дух покоится внутри, ему там хорошо. Да. И это осознание весьма хорошо. Да, да, да. Весьма хорошо, что свершилось. Аминь. Все это разливается по твоему естеству и наполняет твою душу. Да. Это его чувства к тебе. Да. Вот то, что ты чувствуешь, это не ты сам чувствуешь. Если ты чувствуешь, родной тебе умереть должно. Сораспяться со Христу, если ты еще чувствуешь. Позволит этому, этому его чувствам тебя наполнять. Да. Охватывать и просто всю душу полностью. Мне нравятся евреи, очень нравятся. У них даже понятия дух как такового в принципе нет. Насколько я знаю, что дух у них, вот этот дух, это часть души, которая жаждет познания, которая направлена к Богу. Да. Которая с правильным вектором. Да, да, да. То есть все равно часть души, да, которая, и вот, ну, если так брать, да. Дух душа, в принципе, это деление довольно условное. Да. Можно поделить. У них есть вот эта часть души, которая тянется к Богу. И задача, чтобы душа всей такой стала. Да, да, да. И душа, и тело. Да, и после этого и тело подтянется. Все, все, все естество, да. Полностью триединое естество. Как Маше на Гуру взошел, да, и он просветлел просто весь там, значит, да. Вот полностью. А он был человеком. Да, обычный человек. Вот это вот, что значит человек, вот весь светится. Да, да. Вот в таком, в таком, в таком, вот это, вот это божественное то, что нам подарил Иисус. Да. Аминь, аминь. И вот реально, а вот я верю, что, да, слово, как это, как бы обоюдоострый меч, да, правильно? Да, да. Слово Божье, как бы обоюдоострый меч. Да, обоюдоострый меч, да, с двух сторон, отточенный меч. Он куда проникалит? Душа и тела, да, да. Души и духа. Да, да. То есть он проникает в разделение. Не написано, что он разделяет. Да. Он написано, он проникает к разделению. То есть разделение уже есть, и он туда проникает. Да. Зачем? Чтобы соединить. Да, да. Духовное и душевное. Да. Чтобы оно уже было одно. Чтобы тот дух, который слился с Богом, который один целым с ним. Да. В душу выливался и захватил душу, и после этого захватил тело. Да. Вот зачем слово, которое открывает наш разум. Угу. То есть реально две вещи, которые открывают наше подсознание, да, минуя вот блоки разума. Угу. Любовь и страх. Угу. Ну да. То есть твои внутренние вот-вот программы перестраиваются в двух, ну, когда ты преисполнен двумя вот, ну, чувствами. Угу. Любовь есть страха. Да. И он тебе дарит любовь, чтобы ты преисполнялся любовь, и чтобы слово начинало менять все твои программы, которые изначально заточены на смерть, чтобы менялись на жизнь. Угу. То есть наше подсознание это своего рода компьютер, который полностью управляет телом. То есть он, по сути, ученые так говорят, что, то есть разум, наше подсознание, да, оно управляет каждой из триллиона клеточек. Угу. Каждая клеточка, она управляема. Угу. Отдельно. Ну и группами тоже управляет, то есть и отдельно клеточками. То есть не то, что клеточка сама по себе там делится и так далее. Нет, ей говорят, давай, разделяйся, давай. Ну то есть рак, что рак такое, да? Угу. Оно вышло из управления и само по себе начало. Само по себе, да, автономно, да. Автономно, просто не подчинено вот-вот общему. Да, да, да. И оно может самоделиться, может быть, может, ну как, 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 как. Ну, как в теле Христа тоже, значит, автономно, когда отделенно, когда автокефально развивается христианин. Не христокефально, да, не когда Христос глава церкви, а когда само по себе структурное какое-то отделение или отдельного верующего, или отдельного собрания, или целой конфессии. Когда вот автокефализм такой, в плохом смысле слова, начинается, независимость, вот тогда это как раковая опухоль. Вот, значит, и тело Христа покрыто порой метастазами подобными. Но Бог исцеляет именно христокефальностью, когда Христос глава. Слава Богу. Да, и еще вот тоже у Андрея еще вопрос есть. Назаренко вопрос есть такой. После смерти души идут в рай или ждут суда? А Библию родной читай. Вот действительно, просто четко написано, доверующий на суд не приходит. Да. А неверующий идет на суд. Верующий перешел от смерти в жизнь написано, да. Да. Ну, куда идут? Зависит от сердца. И верующий это не значит, да, я хожу в церковь. Это значит мое сердце. Да, да. Слушай, и бесы тоже верующие, да, тоже, и трепещущие. То есть, это, это, то есть, очень много тех, кто ходят в церковь, да, ну, пойдут на суд как неверующие. И очень много просто людей, которые вот тихо себе там что-то, что-то закрываются ночью, да, смотрят на звезды. Да. Они на суд не придут. Да. Должно, короче, родиться свыше. Духовно переродиться, возродиться свыше. Поэтому вот и как раз и прозвучал призыв и к вам, Андрей, и ко всем, и тем, кто онлайн, и те, кто, значит, потом в записи будет смотреть. Вот действительно, руку на себя. Господь Иисус, Ты мой Спаситель, Ты мой Господь, Ты мой Искупитель. Я принимаю прощение через голговскую жертву Твою. Кстати, сегодня действительно вот удивительно. Казалось бы, кровь Христа пролита 2000 лет назад. Много воды утекло, да, как говорится. Сокопоколение прошло на этой земле. Но эта жертва, эта кровь святая, она активизируется в тебе, в твоей жизни, в твоей судьбе. И это прощение, когда ты вот действительно вот, ну, и элеотропион греки называли, соотношение Божьей воли человеческой. Значит, и чудо рождения совершается. И тогда уже для любви нет этих вопросов. Значит, знаете ли, как у, допустим, у страха нет ответов, да, значит, у любви нет вопросов. У страхов всегда нет ответов, действительно, а у любви никогда нет вопросов. Вот, поэтому для Андрея Назаренко я паки-паки, вот, рекомендую настоятельно. Брат, родись, прими это рождение духовное, обратись к Богу прямо сейчас, поговори с Ним. Это очень важно. Ну, и благоставляю всех, братья, сестры, вот, этой любовью к Господу Иисуса Христа. Да, аллилуйя. Есть такая вещь, да, Ерехон называется, да? Вот стены, первый город, куда мы входим, да, в землю обетованную. Да, говорят, неприступные, кстати, были стены. Это неприступный город, и мы сейчас натыкаемся на эти стены. Да. Мы говорим о царстве, о любви, о свободе, о жизни, некоторые просто не понимая, опять задают вопросом. Мы натыкаемся на стены разума, стены динаминации, стены понятия. Не прошибаемые стены, да. Вот, 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 да, родился свыше, это на уровне понятия какого-то здесь ментального вместо сердечного. Ой, это все глупости. Вот, вот, вот эта стена между, то есть контроль разума над всем, то есть окружение, да, разум себя окружил, и он контролирует все. Он должен знать ответы, ему нужны ответы, ему нужно еще больше стены строить. Это такая пошлятина религиозная. Отвечая на вопросы, мы помогаем людям еще больше строить стены. Да, стены, да, да, не дай Боже. Вместо этого наша задача вокруг стены ходить и дудеть. Да, да. Вот просто-просто молиться, родной. Не отвечать на вопросы. И стены падут. Не отвечать. Дудей себе в дудочку, родной. Откажись от страхов, обратись к любви Божьей. Брат, и сестры, братья, кто смотрит или в записи будут смотреть. Примите любовь Божью. Аллилуйя. Аллилуйя. Любовь Божья, все эти стены просто обрушит просто-напросто. Есть ты и есть Иисус. А страхи еще больше стены ставят эти, да? Это точно? Есть вечность. Аминь. Где нету стен, где нету преград. Да, да. Религии. Где нету ничего абсолютно. Он влюблен, еще раз говорю, он влюблен в тебя. И насколько это возможно сейчас трогает твое сердце? Настолько просто будь захвачен. Да. Вот реально, да? Есть время, да, когда даже выключить эту запись, встать на колени и сказать спасибо, Иисус. Да. И я не знаю, хочется плакать. Андрей пишет спасибо. Хочется смеяться, смейся. Просто будь захвачен этой огромной любовью великого Бога по отношению к тебе. Да, да. Аминь. Вот это все, что тебе нужно знать. Дальше, дальше вот эти все слова отвлекают. Да. И я благословляю тебя, родной, всех благословляю. Будьте захвачены. Да. На самом-то деле, вот честно, многие, да, особенно там ребята верующие, конкретно верующие, у нас проходит, наверное, два месяца каких-то таких баттлов, каких-то ответов на вопросов. Да, да. После того человек начинает врубаться хоть чуть-чуть в любовь. Да. И потом ходит такой, а, я в мире. О религиозном очень сложно. Мир меня наполняет, Боже, теперь я понял, о чем ты мне говорил. Только теперь, когда мир придет, вот тогда, понимаешь, как Иисус говорил, много чего я еще вам могу сказать, но еще уже сейчас не в состоянии. Да, да. Эти все слова, все эти теологии, все для того, чтобы пошатать твои твердыни, реально, доктрины для того, чтобы пошатать твердыни разума, и чтобы ты чуть-чуть здесь надломился, да, чуть-чуть слово просто вошло в тебя и тут расцвело. Вау! Он меня любит. Он меня любит. Он меня любит. Он любит меня, родной, спасибо тебе же, любишь меня. И теперь я читаю, он любит. Теперь я смотрю в небо, он любит. Теперь дождь льет на меня проливной. Он любит. Какой ты прекрасный дождь. Как все прекрасно и дивно ты сотворил. Он любит. И все меняется абсолютно. Это другая реальность. Это другой уровень сознания, состояние сознания. Абсолютно другое. Царство – это другое, это не мир. Он просто безумно любит. И в этой любви ты начинаешь находить всё. В этой любви начинаешь находить любовь к родным, к близким. Работать начинаешь, что-то делать. Но ты уже не сам. А теперь есть кто-то, кто безумно тебя любит. И вы вместе теперь что-то делаете. А уже не важно, что. На самом-то деле уже не важно. Так что мне теперь делать? А теперь уже не важно, что хочешь делать. Люби Бога и делай, что хочешь. Люби, люби. Просто ныряй в эту любовь и кваситься. Пойми, Бог не хочет научить тебя правильным вещам. Он пробовал в Старом Завете, не получается. Бесполезно. Он хочет сделать тебя правильным. А правильный человек уже всё правильно будет делать. Что ему не дай, он с этим правильно поступит. Вот в любви всё правильно. Вот ты влюблён, и он влюблён. И вы в этом единстве. Дальше всё правильно. Где это написано чётко, что больше всех любовь? А, Коринфянам. Коринфянам. Да, первым Коринфянам. Да, как раз у апостола Павла. Можно открыть? Да, да, да. Вот сейчас. Здесь у меня издание такое интересное. Тринадцатая глава вроде бы. Тринадцатая глава, да. Гимн такой, его называют ещё любви. И вот, значит, а теперь пребывает сие три. Вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Да? Это вопрос. Тринадцатая глава, вот она. Да. Тринадцатая глава. Да. Давайте так, смотрите, если я говорю языками человеческими и ангельскими, то есть я, как это, пятидесятник. Да, да. Но любви не имею. Да. И я медвенящий, я ничто. Да. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, я харизмат. Ультра такой харизмат, да. И имею всякое познание и всю веру, да? И всю веру так, что могу, и горы, понимаете, да? Вот это движение веры. Да, да, да. Но любви не имею. Да. Все бесполезно. Да. Да? Я ничто. И если я раздам всё своё имение и отдам тело моё на сожжение, это для служителей. Да, да, да. То есть я буду служить Богу. Я служитель, да. Я жертвовать своей жизнью, своей семьёй ради того, чтобы нести благовестие. Да. Даже так. Но любви не имею. Всё напрасно. Да. Не принял в его божественной любви тогда. Нет, мне в этом никакой пользы. То есть я умру за Христа, мне не будет никакой пользы. Людям, может быть, какая-то польза будет, но тебе никакой пользы абсолютно вообще. Ну, мы сейчас о конкретном. Да, да. Тем, кто делает. То есть служителя, которые служат ради какого-то признания высшего призвания ради высшей цели, высшей награды, а нету никакой пользы родной. Высшая награда и служение не в этом. Да. Вот, вот, Библия. Чётко Библия. Тринадцатая глава, первая к Олимпинам. И дальше написано, да? Братья. Любовь долго терпит. Любовь милосердствует. Любовь не завидует. Да. Любовь не превозносится. Не гордится. Не бесчинствует. Не ищет своего. Не раздражается. Да. Вот когда любовь в нас... Вот реально задай себе вопрос, кто-то тебе плюнет в лицо. Жена тебе изменит. Как любовь реагирует? Мне больно. Ты вне любви. Тебе реально плюнули в лицо. Ты... Что ты делаешь? Ты вне любви. Ты вне Христа. Да. Да, да. Да? И не важно, ты служитель большой. Все радуется истине, не радуется неправде. Не мыслит зла. Все покрывает. Все покрывает. Да. Дети наркоманы, жена ушла или изменяет. Все покрывает. Да. Дал деньги, обещали там вернуть. Кинули все там надо. Все покрывает. Да, да. Кинули тебя. Абсолютно все. Обобрали до нитки. Все покрывает. Да. Когда Христос в нас действительно... Всему верит. Всего надеется. Все переносит. Вот как насчет этого? Нет ничего невозможного, да. Все переносит. Все переносит, да. Вот эту главу, родные, я не знаю, на год просто. Да. Остановить все чтения, читать эту главу и раздумывать, размышлять над этим. Что такое любовь и стать этой любовью. Да. В этом Бог. Отпустить эту любовь в себя. Бог есть любовь. И жить этой любовью, да. Этим жить. Да. Потом откроется все остальное. Да. А если это не откроется, все остальное не откроется никогда вообще. Любовь никогда не перестает. Да. Вот это тоже. Да. Ай, засуетился, ушла любовь. Нет, родные. Ушла любовь, завяли помидоры. Любовь не перестает. Нет, любовь не перестает, да. Если ее не было, Иисус говорит, правильно? Да. Если нету, то будет забрано то, что ты думаешь, что у тебя есть. Да. Родной, ты думал, что у тебя была любовь, и она теперь забрана, потому что ее не было. Да. Ее просто не было. И теперь, понимаете, да, пришла буря, и все, что на песке разрушено, аллилуйя. Аллилуйя. Пусть оно рухнет. Да. И теперь есть возможность начинать строить сначала на нормальном фундаменте. На любви, на Боге, на Христе. Аминь. Не ромашку рвать там, любит, не любит, любит, не любит. Сейчас хорошо, завтра плохо. Нет. А рвешь ромашку, любит, 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 любит. Любит. Да, да. Вот это фундамент, он любит, он влюблен в тебя, он тебя боготворит. Да. А божествляет. Обожает. Он просто ошеломлен. Вот, 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 если вот сердце на это откроется, тебе больше ничего не надо. Тринадцатая голова, просто тринадцатая голова Коринфянам. Первый. Да. Да? А давайте дальше еще. Да, да, да. Да? Да. Потрясающе, да. Хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. И мы отчасти знаем, и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится в другом переводе упразднится. Упразднится, да, 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 это так. То есть все эти вещи, то, чем мы заняты, то, что нас на самом-то деле ведет в служение, помогает людям и так далее, но в большинстве случаев отвлекает от познания Христа, все эти дары, все эти вещи, они упразднятся. Да, да. Мне не нужно пророчества, у меня есть любовь. Мне не нужны дары, у меня есть любовь. Любовь это и есть дары, любовь это и есть пророчество, А в любви я имею все, но только это мне не нужно. У меня есть полнота. Да, да. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил. Да. Да, на самом-то деле сегодняшние пророчества, все эти исцеления, чудеса и так далее. Чаще всего младенчество. Они как? Чаще всего младенчество. Это вот пятилетние дети, которые бегают, мой папа вот такой, а мой папа вот такой. А меня папа больше любит. Вот реально. Детский сад. Детский сад. И смотрят друг на друга вместо того, чтобы на папу смотреть. Христианство настолько порой пошлая религия, когда нас папа больше любит, нашу конфессию больше любит, нашу деноминацию больше любит, нас единственников больше любит, нас три единственников больше любит Бог. У нас правильная теология, у нас правильная идеология, у нас правильная культура. Все это просто коту под хвост вообще. Вот истина. Во Христе истина. Истина в Иисусе. Больше ни в чем. Спасибо Иисусу. Спасибо. теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло до гадательно когда же лицом к лицу а тогда же лицом к лицу то есть вот эти все пророчества все эти исцеления все это тускло это тень да это все равно покрывала на лице да это все равно слова увядающие на это это покрывало это это просто это закон это ну мы сея отдела это покрывало правильно чтобы израиль ну да и для людей для людей да чтобы да если 5 не видели увядающей славой чтобы на четко написано что они не видели что вот эта слава да угадает она уходит то есть он закрыл это 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 стало тайной и до сих пор написано четко тех кто еще не по ну покрывала закона до сих пор на них как забрава такой да да и туда с непокрытым лицом где-то я не помню в другом в другой да чтобы с непокрытым взираем взираем слава боже то есть не покрытым понимаете да по-английски он вейл то есть вейл это значит покрыть лицо покрывало то есть мы снимаем это покрывало закона и видим что вот это все отчасти частичное все пророчества исцеления все все это увядающие да и мы занимаемся немножко не тем да и тут мы открываемся с непокрытым лицом и смотрим четко в зеркале и видим кто мы во христе нашу позицию во христе что уже посажены уже все уже благословен уже но и теперь пребывают все и три вера надежда любовь но любовь из них больше вот если год на это потратить просто просто больше ничего не надо на самом-то деле да но мы тратим десятилетия на все остальное вот на все остальное понимаете да а тут 13 глава вот вот кусочек текста вместо десятилетий вот на это все вот потратьте год на это я вас очень прошу вот так реально возьмите год 2018 год я вам пророчеству это будет год трансформации год преображения вот это вот эта тринадцатая глава к 1 коринфянам это ваша глава до родные за год до мир изменится изменитесь и мир изменится даже не заморачиваясь вы измените этот мир до автоматом просто пан потянется за вами так что 2018 год трансформации год трансформации год реформации год трансформации одним словом время любви вот следующее да ну ну родные извините у нас 500 лет учения благодати шо толку дело не в учениях ну шо толку на 500 лет соло соло грасси звучит да поэтому да значит вот как раз андрей ты пишет здесь как раз дальше что можно говорить о любви много вот действительно да на самом деле учение есть учение погрузиться в любовь это нужно а в испытании он пишет в определенных ситуациях поступаешь по плоти так как имеешь эмоции вот вот брат все эти вещи должны умереть родные да все эти вещи некоторые учат бог дал нам разум чтобы размышлять бог дал нам эмоции чтобы чувствовать родные мы все это получили да да и возросли в этом всем до от от греха падения наши все эмоции это направлены на себя они изначально извращены наш весь разум и извращение петлять вне бога она все должно убереть не надо оправдывать бог дал нам христа да они разум и эмоции да разум эмоции мы сами получили мы сами это это нажили до наша душа как у христа душа была заново сформирована способность мышления заново просто он учился ходить он учился извините попу вытирать да все он учился говорить он учился что-то делать своими руками и вообще руками держать да 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 радоваться он по-другому учился да у него было сформированы новые эмоции но вы же чисто в листа да и так и написано имейте те же чувствования что во христе имейте разум те же мысли да да те же мысли что и во христе да да так что это все эти если вы захвачены эмоциями ветхого человека да родные вам на крест вам на крест да это не шутка вот с этим не шутите да да не позволяйте этому жить и главенствовать в вашей жизни вы захвачены смертью да а надо забыть захваченным жизнью боль радость победы понимаете да даже бесы нам повинуются иисус и это обломал да 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 не радуйтесь все равно это это смертоносное это наследие смерти не радуйтесь этому да радуйтесь что ваши ваши имена записаны что что вы в жизни и вот как и сказал сейчас на самом деле это правда дамы и господа братья и сестры слушайте мессии предупреждал это очень серьезно это как говорится последнее китайское для кого-то предупреждение что многие он сказал что некоторые товарищи придут ко мне и будут удивлены он сказал что очень многие многие придут в тот день скажут мне господи господи не твоим ли именем мы бесов изгоняли мы многие многие чудеса творили многие то есть разнообразные чудеса творили это все вообще суета вообще в моей в моей жизни тоже были и воскрешение из мертвых насчет несколько уже случаев уже конкретно три случая конкретных воскрешение из мертвых десятки случаев удивительных многие из которых я до сих пор не могу переварить чудеса исцелений массово в том числе исцелений был уникальный случай когда в харьковской области там в этом отделении хирургии все исцелились без исключения даже были люди сомневающиеся там один был мусульманин который говорит о меня бог я мусульманин я друга религии я потом переспрашивал специально пастырей из харьковской области они